здравствуйте начинаю решать задачу которая на первый взгляд может показаться сложноватой но это ведь только на первый взгляд я надеюсь что после того как я объясню все станет на свои места и мы будем щелкать вот такие вот задачи как жареные пирожки вот так вот и так что мы видим 5 лампочек 1 2 3 4 5 не вот так вот их обозначить 1 2 3 4 5 лампочки данный источник тока который можно охарактеризовать следующим образом у него есть эдс и внутреннее сопротивление да да внутреннее сопротивление у источника тоже имеется так дальше на каждой лампочке на каждой лампочке написано на каждой лампочке то есть все лампочки одинаково 12 вольт из 24 ватта вот так вот смотрите как только мы видим что есть вот такие вот данные нужно остановиться не надо дальше читать задачу я советую просто напросто вот из этих двух данных получить максимально возможный вариант и так что у нас такое 24 вольта вата извиняюсь 24 ватта 24 ватта это у нас мощность лампочки а 12 вольт это максимальное напряжение которое на эту лампочку можно подавать отлично значит зная три формулы по определению мощности а вот они мы можем кое-что выяснить ну первое что приходит в голову это какой ток может через эту лампочку течь вот для этого нужно мощность поделить на напряжение 24 делим на 12 получаем 2 ампер и так мы выяснили что через каждую лампочку может я говорю может течь ток 2 ампера то есть если через эту лампочку по каким-либо причинам потечет ток 3 ампера или больше чем 2 внутри больше чем 2 да вот значит эта лампочка просто-напросто перегорит и не будет работать точно так же как если я подам на эту лампочку на каждую из них напряжение больше чем 12 вольт если я подам напряжение больше чем 12 вольт значит лампочка тоже полетит куда-нибудь вот но теперь давайте найдем сопротивление каждой лампочки я для этого в квадрате поделена мощность мы получаем 144 на 24 144 на 24 получаем 6 вот так вот и так для каждой лампочки мы нашли вот лампочка нас что-то который может через нее течь 2 ампера напряжение которое можно подавать на эту лампочку 12 вольт 12 вольт и сопротивление каждой лампочки 6 ом 6 ом вот так вот запишу 6 ом вот все вот это то что мы выяснили отлично теперь хочу напомнить что у источника тока имеется внутреннее сопротивление а теперь внимание вопрос а что нам будет показывать вот этот самый амперметр вот и все вот такой вот вопрос что будет показывать вот этот самый амперметр но при условии что первая лампочка первая лампочка вот эта самая лампочка у нас работает таким образом как на ней написано еще раз что будет показывать вот этот сантиметр при условии что вот это лампочка первая будет вот первая лампочка будет показывать будет работать в соответствии с данными то есть она будет гореть на полную мощность вот так вот отлично ну давайте будем думать раз первая лампочка у нас работает соответствии что на ней написано значит напряжение которое подается на эту лампочку будет равняться 12 вольт вот тут у нас будет 12 вольт обозначу эту а это у нас б поэтому я выяснил только что что напряжение между точками а и б будет 12 вольт будет 12 вольт отлично 12 вольт у нас есть хорошо значит 12 вольт поскольку вот эти все лампочки вот эти ветви соединены параллельно значит 12 вольт будет на 2 на 3 лампочки нужно на концах вот здесь и на 4 на 5 но 2 3 лампочка у нас едины последовательно то есть я могу написать что общее сопротивление 2 3 лампочки будет равняться и в сумме поскольку при последовательном соединении они соединены последовательно сопротивление у каждой лампочки было 6 он значит всего у нас получается 12 он точно также и 4 5 соединены друг с другом последовательно поэтому их общее сопротивление тоже получается 12 он а первая лампочка со второй и третьей из 4 5 они соединены параллельно то есть у нас получилось вот такая как бы штука вот у нас я сейчас нарисую цепь вот таким вот образом как бы вот у нас лампочка вот это вот лампочка и вот это вот лампочка вот они все у нас соединены ну тут амперметра есть я их не буду рисовать вот а здесь все-таки нарисуюсь то есть у нас вот это первая лампочка это как бы лампочка которая будет заменять две вот эти лампочки вместе взятые и они все соединены у нас по параллельно раз они соединены параллельно а напряжение на концах не изменяется я могу найти какой ток у нас будет течь в каждой ветви но здесь то понятно поскольку это лампочка работает так как на ней написано значит здесь у нас ток будет течь 2 ампера а какой же ток будет течь у нас здесь давайте посмотрим на концах у нас 12 вольт а чтобы найти ток нужно по закону полома напряжение поделить на сопротивление сопротивление здесь мы получили 12 здесь 12 а напряжение у нас 12 вольт 12 вольт значит то который будет течь вот здесь вот у нас будет равен 12 вольт на 12 ом и мы получаем 1 ампер вот этот ток который будет течь вот через лампочки 2 и 3 так какой то будет у нас течь через 45 это у нас через вторую и третью а это через четвертую и пятую да то же самое получается один ампер потому что посмотрите вот это ведь и это ведь абсолютно идентичны правильно ну вот значит здесь один ампер здесь один ампер а здесь два ампера ну вот а что мы знаем что у нас и гай ровно столько вытекает смотрите вот у нас ток течет доходит до этого узла здесь разветвляется на три тока раз вот сюда 2 сюда 300 вот первый второй третий поэтому что мы знаем общий то будет равен сумме всех таков которые сюда втекает но естественно ровно столько же и вытекает поэтому наш амперметр который здесь стоит и ждет как бы показывать будет 4 ампера два здесь один здесь и один здесь значит это два ампер ампер плюс один ампер получаем 4 ампера вот так вот и ответил на один из очень интересных вопросов все ну а дальше будут и другие вопросы но это уже будет следующий картинки да вот все а пока спасибо ждите продолжение и не забывайте ставить лайки если все понятно все спасибо всего доброго до свидания